Алиса Салямова Ученики 149-й школы каждый раз ждут с нетерпением. Но в этом году из-за пандемии генерал соблюдает режим самоизоляции. Он спасал жизни многих людей. Он рисковал жизнью ради остальных. Классный час состоит из двух частей. Пока одна половина ребят слушает рассказ учителя, для других проходит экскурсия в школьном музее. К малышам по видеосвязи присоединяются старшеклассники, которые сейчас на дистанционном обучении. Проводить такие занятия стало возможным благодаря передвижным компьютерам, которые появились здесь в этом году благодаря нацпроекту образования. Класс на класс, конечно, мы не приходили, потому что в кабинете банально не поместились бы 30 человек седьмого, 30 человек, например, четвертого. Если это в игровом формате, если здесь вставлены какие-то интерактивные вещи, они сосредоточены, они это воспринимают вот именно более интересно. Им интереснее увидеть и услышать то, что рассказывают дети. Учитель, когда рассказывает, это все хорошо, но если рассказывают еще и сами дети, еще что-то постановочное, естественно, это интереснее слушать. Такие уроки необходимы, чтобы дети помнили историю своей страны и росли патриотами. Наша школа уделяет огромное внимание патриотической работе. И когда говорят, что молодежь не патриотична, я с этим не согласна. Вы сейчас видели на уроке в музее, как дети реагируют. Я всегда вижу их глаза. Я вижу, какое влияние на них оказывает патриотическая работа. Школьники ждут окончания пандемии, чтобы встретиться со своим любимым героем Александром Барановым. Сейчас они подготовили для Александра Ивановича поздравительные рисунки и открытки. Мария Левина, Николай Епифанов. События.